Четверга синоптики обещают плюсовые температуры. На просмотров совещании мэром были даны поручения районам посмотреть ситуацию по паводкам. Я прошу доложить, как в районах идет реализация по подготовке к паводкам. На территории обестроительного и новосавянских районов находятся 14 поселков, в которых зарегистрировано 11 тысяч домовладений. В поселковой части имеется 1350 водопропускных труб и 7 километров канав. По состоянию на 13 марта очищены 32% оголовков и 41 канав. Кроме того, чтобы предотвратить подтопление на поселковых улицах, вывезено 4000 тонн снега. Исходя из многолетних показателей, в возможных зонах подтопления на территории районов могут находиться 85 домов с населением 280 человек, которым может понадобиться помощь. Председателями ТОС проводятся беседы о правилах поведения при угрозе затопления, необходимости проведения превентивных работ на своих участках. На контроле 28 придомовых территорий с предполагаемой зоной подтопления. На Лосавянском районе это 14 территорий. Это улицы Ибрагимова, Гагарина, Монтажная, Опасовская, Голубянника, Мусина, Амирхана и Чайкова. У Истраэля также 14 территорий. Это улицы Домов-Дементьево, Белинского, Тецовская, Тимирязево, Лядово, Карагандинского и Челюскино. Для оперативного реагирования на опасности паводки созданы мобильные группы, укомплектованные насосы техникой и людьми. В районах на базе дорожных организаций созданы 6 мобильных групп с откачивающими устройствами, гидродинамической машиной и лососом. На территории Кировского и Московского районов были определены улицы и дома, которые могут попасть в зону возможного подтопления. Это 15 зон индивидуальной застройки и 27 многоквартирных домов. В зону особого риска входят территории по улице Запрогонная, 2-я Старо-Рокчинская, переулок Новгородский вблизи Волжской гавани и территория в жилом массиве Ягодной Слобода. Ограничены улицы Мессерово, Боруди, Краснококшайская, Поперечная Базарная и Большая Крыловка. Это 51 частное домовладение, в которых проживают более 160 человек. Вероятность наступления половодия на территорию, прилегающую к ЖК Волжской гавань, зависит от уровня воды в реке Волга. В ежедневном режиме мы отслеживаем результаты контрольных замеров. На данный момент уровень воды некритичный и отличается от прошлого года ниже на 2 метра. При возникновении чрезвычайной ситуации подрядными организациями подготовлена специализированная техника для откачки талых вод в имеющуюся львовную коленизацию. В настоящее время для предотвращения подтопления жилого массива Ягодная Слобода проводится работа по углублению водопропускных канав по улицам Низовая, Батршина, Кольцово и Ломоносово. Упреждающая мера имеет ключевое значение в целях недопущения подтопления проезжих частей тротуаров. Подрядными организациями, задействованными в текущем содержании уличнодорожной сети, производится открытие лотковой части дорог и очистка от наледия решеток ливня приемных колодцев. Одновременно организован максимальный вывоз снега с участков возможного подтопления. Это определены жилые дома, находящиеся в зонах возможного подтопления, таковых 117. Они расположены в основном в поселках Салмачи, Первомайский, Мирный, Аметьево, Борисково и Отары. В этих домах проживает порядка 300 человек. Уже сформирована перечень основных мероприятий, подлежащих выполнению работы начатых. По территории Советского района протекают 4 реки Казанка, Нокса, Кендирка, Вертлевка. 8 наиболее уязвимых мест подтопления расположены в прибрежных зонах этих рек. Поселков Вишневка, Малые Клыки, Большие Клыки, Кендери, Карьер, Новая Сосновка, Аки Царицыно, в которых проживает 1620 человек в 592 домах. На случай эвакуации подготовлены 12 пунктов эвакуации населения. В рамках противопаводков мероприятий с 1 марта в районе организовано круглосуточное дежурство. Для оперативной работы создано 26 маневренных групп, обеспеченных всем необходимым. Все русла рек обследованы, установлены метки с уровнем подтоплений. Продолжаются работы по очистке от порослей и мусора, вырубке аварийных и вывозу сваленных деревьев, прокопке водоотводящих траншей и канав. На сегодня из 29 километров рек очищено 14 километров. Строг завершения работ 25 марта. Выявлено 26 незаконно построенных пешеходных мостов, выданы предписания на демонтаж. В случае угроз затор они будут демонтированы принудительно. На территории района расположено 20 автомобильных мостов, под 16 из них ледяной покров отсутствует. Под оставшимися четырьмя по реке Кендирка муб городскими мостами ведутся мониторинг толщины ледяного покрова. Угрозы подтопления отсутствуют. Продолжение следует...